Добрый вечер, дорогие телезрители! Среда 19.30 и один из завершающих выпусков программы «Один из нас». И накануне, не то чтобы закрытие, а трансформацию программы в нечто другое, более острое может быть даже, я предлагаю все-таки поговорить о проблеме того региона, той группы улусов и районов, которые каким-то образом были обделены, скажем так, нашим вниманием, моим личным вниманием. Речь идет о районах севера, о том, как живут труженики севера, чем дышат, какие у них проблемы, какие вопросы они ставят на своем уровне. Об этом мы поговорим сегодня в программе «Один из нас». И, дорогие участники сегодняшней темной студии, не секрет, наверное, что рыба является представителем бизнеса, который напрямую связан с, скажем так, с конечным продуктом по рыбе. Я попрошу занести все-таки, давайте мы начнем ударно так, когда еще такая возможность предоставится, строганинки попробовать. Давайте строганину в студию и вот наши, скажем так, попечители нашего сегодняшнего. Давайте отведаем просто, да. И самое главное, вот эксперт, независимый эксперт по рыбе, эксперт-терепотребитель, девушки. Настя, вернись, пожалуйста, и девушку угости, она на самом деле большой эксперт по рыбе. Это Светлана Тайко, которая жить не может без рыбы, она держит нож на изготове всегда и отлично справляется на уровне любых мужиков. Ну, и мне, и я был бы рад, если бы преподнесли бы, да, все-таки давайте вот так вот сделаю. Ну, вкус знакомый с детства, да. Это строганина, это северная рыба, свежайшая, можно сказать, это один из брендов нашего региона. Один из узнаваемых, востребованных и, по сути, давайте еще другую продукцию тоже попробуем. Вот раз уж пошла такая рыбная массовка, я продолжаю мысль. Узнаваемых, востребованных брендов, которые известны не только у нас в республике, но далеко за ее пределами. Ее на расхват берут и в Москвах, Петербургах, не ошибусь, в других городах. Так, существуют даже некоторые бизнесы, которые специализируются на оперативной доставке якутской рыбы в столицу и в северную столицу. Не стесняйтесь, да. Давайте, если у нас там есть чем еще, продегустируем. А в таком конечном виде, да, она должна попадать на наш стол. Светлана. В конечном виде. И вот та продукция, которая у нас на столе лежит, это продукция якутского рыбного завода. Я правильно сказал? Да, правильно. Якутский рыбный завод, да. Мощности якутского рыбного завода хватает... Давайте, Павел, что уже я буду распоряжаться. Вечер, добрый, уважаемые коллеги. А сегодня, получается, мы, как Туймада и Гроснап, с конца 2015 года начинаем эксплуатировать якутский рыбный завод. Он нам перешел совсем недавно. Буквально сейчас мы купили оборудование. Сейчас с Алман Сергеем Банком обсуждаем возможность приобретения самого имущества. И, получается, уже с навигации 2016 года мы начали активно закупать рыбу. И заключаем договора о контрактации, вот, увозим всеми видами транспорта, то есть, завозим навигацию, автоземникам, авиатранспорта. И столкнулись с такой проблемой, что сегодня, получается, при всем свете есть дефицит сырья. То есть, рыбу на самом деле очень много, очень много квоты, допустим, распределяется, ловит кто. А вот именно люди, которые вот именно рыбачат там, на местах, у них есть очень большая проблема, они не могут ее вывести. То есть, мы, как Тоймада Гроснап, охватываем именно вот участки, которые расположены вдоль дороги, вдоль, допустим, речных участков. И у нас вот есть желание, чтобы именно вот развивать наш рыбный завод, есть желание пойти дальше, то есть, уже охватывать отдаленные населенные пункты. И сегодня очень сильно обсуждается вот развитие местного товаропроизводства. Наверное, все знаете, что вот бренды, сделанные в Якутии, очень сильно развиваются. То есть, там и Сахагропродукт, и вот ягоды Якутии, и мы, как Тоймада Гроснап. И в рамках этого было бы хорошо воспользоваться именно вот создать условия для арктических районов, чтобы они могли сдавать продукцию, допустим. Это позиция Тоймада Гроснап? Да, мы такую концепцию разработали, министерство экономики и республики нас поддержали. Концепция, она сейчас перерабатывается в дорожную карту, получается, будет создан проектный офис. О боже, опять это слово. Да, проектный офис. Но это необходимость, потому что мы же понимаем, что сегодня есть несколько ведомств, которые занимаются и северным завозом, допустим, и рыболовством и так далее. И поэтому в данном случае нам вот такой офис нам необходим. И очень рада, что такое веяние новое пришло. И пользуясь этим, вот хотели бы именно создать условия в арктических районах, чтобы люди могли сдавать продукцию. Потому что сданная продукция, это, во-первых, доход для населения. Доход для населения, это уже налоговое поступление, ну и в целом развитие жизни, потому что... Хорошо. Какое количество вот такой вот продукции может выдавать на гора Якутский рыбзавод? На ура Якутский рыбный завод может перерабатывать до 2000 тонн рыбной продукции. Нынче вы сколько выпускаете? Всего за 15-й год мы выпустили порядка 80 тонн готовой продукции. То есть у нас, получается, нужно понимать, что есть коэффициент, то есть когда вот рыба поступает, из нее где-то около 50% рыбной продукции получается. За счет того, что вода уходит, там вес теряется. И получается мы переработали где-то 160 тонн, вышло готовой продукции 80 тонн. Вся продукция, она реализована в городе Якутске, на Амском, Горном и Хангасском, Бусах. Ну, близлежащая, получается. Близлежащая. Где у нас есть магазин. Вы вдумайтесь, 2000 тонн может перерабатывать мощность якутского рыбзавода. На гора выпускается порядка, ну ладно, с переработкой даже, ну 200. Заложим 200, то 200 и 2000. Да, есть такие. Я не думаю, что вот такое сложившееся положение вещей это нормальное явление, да? Да. И в первую очередь такое явление связано, скорее всего, с какой-то хаотичностью, не сезон, вернее, сезонностью, да, определенную. То есть есть сезон, поступает солью, нет сезона, не поступает. Я немножко хотел бы опытом поделиться, получается, мы же, как Тоймада Гроснап, изначально были созданы как оператор сейхозпродукции из архитических районов. То есть мы занимаемся завозом, картофель, овощей, вывозом промысловой продукции. У нас есть два судна класса река-море, рефрижераторы, то есть северную рыбу навигацию привозим мы. И ежегодно сталкивается вопрос, что на самом деле, когда вот заготовители сдают, их интерес это сдать подороже, получается, да? То есть не всегда вот рыба, которую мы привозим, она уходит здесь, на местные рынки. То есть бывает такое, что, допустим, в 2016 году какая-то часть рыбы ушла в Татарстан, допустим, там предприниматели приехали, встречено, порта купили. И в этом плане, чтобы вот эта рыба оставалась здесь, потому что это же как бы наш бренд преимущества нашей республики. Мы говорим, что нужно вот развивать, допустим, якутский рыбный завод, и чтобы вот вся продукция здесь перерабатывалась, какая-то добавленная стоимость здесь в республике сохранялась. И эта речь как бы не только рыба, это касается и мяса, допустим, ягод, грибов и всех дикоросов. Кстати, вот продукция кюнды, это ягода севера, это тоже, скажем так, не без участия продукции, производимой на северах выпускается. То есть продукт переработки... Сейчас у нас с севера ягоду мы не принимаем, потому что центральная Якутия, которая нам поставляет бруснику, то есть в Солданский область преимущественно, они, в принципе, закрывают наши потребности. Но тут ситуация как бы, ну такая нормальная только с брусникой, потому что если, допустим, работать с той же голубикой в промышленных масштабах, ее нужно таким образом заготовить, чтобы она доехала сюда, допустим, до Якутика уже в замороженном виде. То есть это нужны аппараты шоковой заморозки, это нужны морозильники хранения промежуточного. То есть мы должны подготовить голубику, чтобы вывозить ее зимником. А если мы, допустим, голубику сейчас в Якутии, в центральной Якутии соберем, то до сентября-октября месяца она у нас просто будет вся водянистая, она у нас будет очень много веса потерять. И поэтому с голубикой в промышленных масштабах в центральной Якутии при существующей инфраструкции работы невозможно. Но на северах такие условия на самом деле создать нетрудно. Вот Ямада Краснаб, они ведут работу потому, чтобы голубику, значит, шоково замороженную голубику хранить у себя на перевалочных пунктах и доставлять в Якутии своей логистической сетью, которая у них есть, этими рефрижераторами, автоземниками, машинами и так далее. И тогда мы бы смогли уже поработать с голубикой в хороших объемах. Ну, там голубики, много морожеки и так далее, там много ягод на самом деле на севере. И она недооценена и практически не представлена на рынке. А могла бы? Могла бы быть представлена на рынке, потому что вообще ягоды это одна из самых, так скажем, наравне с рыбой, наверное, один из самых полезных и хороших продуктов, которые вообще на севере растут. Потому что за счет того, что там очень короткое лето, очень насыщенное лето, концентрация витаминов и минералов там выше процентов на 50, наверное, не ошибусь, чем, допустим, сибирская ягода. Ну, то есть более южные ягоды там говорить даже не стоит. Поэтому это наше преимущество, и сейчас на данный момент мы его никак не используем, не реализуем. Ну, судя по тому, ну, есть еще и другие переработчики, да, Чезаре, Скиф, там, скажем. Мы тоже перерабатываем рыбу. Да. И намного меньше, чем... И малые предприятия типа... И намного меньше, чем эти 160 тонн в год, да. Я так прикинул свои продажи, я понял, что... И я тоже хочу рассказать, как было бы хорошо, если бы там мне дешевле давали рыбу, если бы меня покупали дороже, если бы там прилетели инопланетяне и надо мной начали разбрасывать доллар или еще что-нибудь. Почему мы все время любим пересказывать, если бы было бы так, то было бы так. Зачем это вообще нужно? Давайте думать о конкретных предложениях, как улучшить и конкретных проблемах, которые надо решить. Вы почем покупаете рыбу для своего предприятия? Максимально дорого. Ну, сколько? Давайте, Николай. Так, мы покупаем... Сначала покупали перед Новым годом по 750 рублей. Да. Покупали. Сейчас покупаем по 650 рублей. Потому что нам нужна самая крупная рыба. Самая крупная, получается. Да. Тоже, как рассказали, 50% от рыбы все равно практически выбрасывается. Это у нас чистая мякоть, филе. Ну, все. А в летнее время вообще, ну, у нас ресторанка, тут вообще, про ресторанный бизнес. Летняя рыба, кроме подлетки, вообще ничего не используется. Потому что летняя рыба разваливается. То есть, получается, сама логистика, когда она уже приходит сюда, уже разделяешь на филейку, а там уже она разваливается просто. С виду нормально, все хорошо. Разделил на филе, она... Уже не то. Уже не то. Вкус хороший, но сама структура, сама структура уже все. То есть, получается, вот когда я служил в Шикотане на острове, в морочасти погранвой служил, и как раз вот эти базы видел, вот морские базы. Я думаю, здесь бы тоже не помешали такие базы, то есть, производственные, то есть, уже ревконтейнерами, шоковой заморозкой. То есть, ездит пароход, и собирают рыбу, и там же сразу перерабатывают, то есть, глазировка, все эти сделал, и уже контейнерами сюда привез бы. И тогда бы наши рестораны, бы даже в городе все рестораны, они бы использовали бы рыбу эту. То есть, это уже модификация вашего проекта, это некий плавающий, перерабатывающий пункт, да? Да, да. Вот с такими проектами бы вообще бы снабжали и летнее время. То есть, не только взял, ревконтейнер положил и сюда привез, а просто уже переработал, глазировал, все как надо сделал, и принес сюда в Якутск. А качество, соответственно, будет идеальное, то есть, вообще. Ну, черешоковый заморозка. А наши, как делают, в Булуз бросают, а там она все впитывает вот эти, даже вакуумников нету, и этих нету. Я вас немножко перебью, да? Вот давайте, коллеги, мы, наверное, сегодня здесь собрались для того, чтобы говорить о жизни в Арктике, да? Вот. Вы не с Арктики, да, скажем так. Я, например, там родился, там живу, в Булузского глуши. Вот. И мы должны сегодня говорить о людях, которые живут там. И вот ту продукцию, которая вот здесь перерабатывается, они руками, вот, своими же руками, да, в любых погодных условиях добывают эту рыбу. И что обидно на сегодняшний день, да? Обидно то, что простой рыбак, он получает, ну, за сданную свою рыбу, да, копейки получает. Ну, 65 рублей, килограмм, это большие деньги, что ли? Ему это, а у нас на северах семьи, минимум 4 человека, по 7, по 8 детей имеет, да, люди. И вот на эти 65 рублей он может своих, своей семьей накормить? Никак не может. Поэтому мы сегодня собрались сюда, чтобы поговорить о том, как нам увеличить доходность вот тех же самых роботов. Теетически они миллионеры все, да? Да, теретически. Если опускная цена на рынке 750, да, для них... Нет, подожди, 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 логистика хорошая была бы, допустим, когда... Вот сейчас как раз мы идем к этому, да, вот, поэтому мы говорим, что есть у нас много кооперативов, ну, разных, мелкие только, да, они. Ну, они, вот эти кооперативы, они не могут по своей финансовой возможности охватить вот отдаленную... На слега. На слега. У меня, например, в Былыске в области самые отдаленные участки, это, например, Таймыныр, да, где-то 470 километров от районного центра, да, где летнее время только по реке Оленек, как бы навигация, это доставка только ГСМа. А продукты питания по... зимой только доставляется, продукты питания, понимаете, да? Да, и есть село Намы, Барагонская дослега, 420 километров от районного центра, где нету дорог, дорог совершенно нету, ни зимников вам, да, и ни навигации. И там народ должен жить, там 550 человек живут, вот они должны кормиться, правильно? И вот сейчас как раз мы говорим о логистике, да, вот я в конце хотел все это сказать, да, вот... Ну, говорите прямо сейчас, да. Ну, могу сейчас сказать. У нас в республике, республика Илдархан, да, бюджетные средства выделяются для обеспечения жизни, обеспечения населения в Арктических, Северных Улусах. Ну, эти средства нужно использовать эффективно. Немалые средства выделяются. Это у нас в основном в республике два предприятия, ну, скажем так, монстры, да? Это Якутоптор, Тульман Агроснаб, которые занимаются севером. Один Якутоптор, значит, занимается завозом продуктов питания, 12 социальных, значит, продуктов питания. И, согласно распоряжению правительства, должны доставлять до конечного пункта. До конечного пункта они доставили, и обратную загрузку должны вот северных продуктов забрать. Но она, вот эта схема, она на сегодняшний день, скажем, работает, да, но очень плохо работает. Потому что обратную загрузку не берут, или если берут, то как бы за отдельную плату. Хотя, в бюджетном республике, они оба конца это оплачены. Так, в бюджетном республике? Они деньги это получили. Они летят пустые? Вот. Летят пустые. Туйман Агроснаб, например, у нас уже сколько лет мы вместе работаем, да? Вот, Арктическая улица, Булуновская улица, два рефрижиатора судна есть, да? И они только забирают рыбную продукцию. Рыбную только продукцию. А остальное ничего не забирается, так? И здесь, ну, у меня, может, у кого-то другие предложения есть, но у меня есть такое предложение создать такую транспортно-логистическую компанию, которая бы объединить финансовые ресурсы, которые выделяются в Туйман Агроснаб, Якута Пторгу, да? И, как бы, вернуться к нашему, как бы, в советское время у нас система холбоса работала. На местах заготовили пункты, магазины, все было, да? А сейчас проблема. Проблема сейчас в чем? В том, что даже гвоздя нельзя купить. Отдаленно на снега. Ну, в центрах, пожалуйста, да? Там более такие нормальные предприниматели они привозят. Вроде бы просто и весили, да, скажем так. Топор, лопаты, это косттовары, короче, да? Их никто не возит. Ну, люди-то живут там, в Арктике. И поэтому нужна такая, ну, транспортно-логистическая компания, которая бы объединила вот эти, ну, финансовые средства и создание заготовительных пунктов. На уровне районов, на уровне послегов. Территориальных заготовительных пунктов. Константин Николаевич, я перебью вас, да, конечно. Человек, который более 20 лет отдал Северу и в руководящих должностях, и в качестве горного специалиста, да? Ну, просто перед тем, как мы прервемся на рекламу, просто кратко очень, да. Когда у вас в Валеринском открылся зимник? Просто скажи, когда. По состоянию на сегодняшний день, в марте только открылась дорога. В марте у них открылся зимник, да? И сейчас в апреле закроется дорога. И сейчас в апреле закроется. Это хозяйство? Да, и сейчас мне надо завести продажу. Валеринское. Реклама прямо сейчас. Начали с того, что продегустировали северную рыбку, да, и разговоры постепенно переходят на более серьезное русло о схеме логистики, почему финансовые потоки, которые направляются в северную группу улусов, используются, ну, мягко говоря, нелогично, да, в некоторых случаях. И есть человек, который, ну, современный человек, фактически моложе меня, энное количество лет он проработал чиновником в ведомстве, в сельхозведомстве, да, и два года тому назад он, я не знаю, на свою ли голову, он сказал, я решил набраться опыта, да, я хочу поехать в какое-нибудь хозяйство поработать. И оказался в Алеринском хозяйстве, возглавил хозяйство Алеринское. И вот, глазами современного человека, какие они, проблемы, вот, северовка, как ты их видишь? Ну, по состоянию на сегодня, ну, и представлюсь, я являюсь председателем СКПК КМНС Алеринский. У нас предприятие имеется 4833 оленей на 1 января, и около 40, средняя численность работников, это 40 человек, который, ну, и плюс, там, дети, школьники, да, приходят летом и так далее. Ну, ситуация такая, что в основном у нас на севере, да, вот, ну, как у нас всегда это существовало, транспортная, сложная транспортная схема. И в Алеринском вообще очень сложная, она как островок. То есть у нас сейчас, вот, мы продукты, питание, ГСМ, да, на год должны завести, вот, за определенный период месяца, который сейчас откроется зимний только у нас. А постоянный сегодняшний день, из-за климатической ситуации, у нас только открылся в марте. И вот ситуация тоже, как бы, сложная. И по поводу того, чтобы и продукции доставлять, да, отсюда, вот, то есть мы не круглогодичные, как в центральных районах доставляют, да, и, как бы, и даже, вот, отраслевики, ну, охотники и так далее, вот, рыбаки, чтобы, они один раз в год, получается, вот, доходы получают от своих... Видя деньги. Да, видя деньги, можно сказать. И то, и то, посреднические услуги тоже есть, частники приезжают, покупают и так далее. Ну, кто, у кого есть возможность. Ну, вы правильно сказали, что есть такая система, то, что вертолет обторгой прилетает, обратно уходит пустой, вот эту, как-то надо, вот, тоже... Логистику надо? Да, логистику надо как-то отработать. Да, отработать, и надо, скорее всего, мое мнение такое, что надо, вот, на примере двух-трех районов, да, вот, правительству или кому-то, вот, есть возможность проработать так, механизм такой сделать, чтобы хотя бы плановую экономику как-то вот взять. Цены же у нас от чего образуются? От транспорта, так? Да, вот, продукты, почему говорят, дороже, да, там, потому что бензин дороже, транспорт дороже. Там живет несколько человек, водителю надо заплатить, да, продавцу надо заплатить, то, что в Аптовику там надо, и от этого формируется цена. А вот сейчас, может быть, вот, на базе Агроснаба, да, или кого-нибудь другого предприятия, вот, подумать, такой механизм, чтобы у нас цены дешевле были, чем в Якутске, вот тогда люди потянутся над север, вот тогда у нас будет и молодежь потянутся, если там на север продукт, ну, в магазинах будет дешевле, ну, раньше, в советские времена, да, мне вот старики говорят, что у нас, даже в Якутске, когда не было яблок, там на северах кушали. Там же как-то вот этот механизм работал, и продукция, да, вот, наша, которая раньше тоже на северах, вот, сразу уходила, прилетали вертолетом Антошкой, и сразу увозили туда, и деньги, как бы, все оленевольские хозяйства были миллионерами, как сказать, ну, первые миллионеры сельхозы. Ильон, ильон, ильбаки, да, ильон, ильбаки. И вот тоже представители бизнеса тоже правильно сказали, что постоянно сегодняшний день, да, вот, чтобы сдать мне качественную продукцию, надо вот на местах иметь инфраструктуру, да, материально-техническое снообразительное, рефижератор, да, хороший ледник, и так далее. Сейчас в последние годы работают, хорошо работают. Ну, и комитет, есть еще одно государственное предприятие, комитет государственной акции, да, которое тоже, оказывается, поддержка тоже немаловажная, нам заработную зарплату дает на визеходную технику, на строительство, ну, корали и так далее, так далее. На рыболовические участки там строят ледники. Я с трудом вообще представляю строительство на севере, вообще с трудом. Можно я два слова вставлю, да? Вот почему мы, когда говорим о стоимости рыбы, да, мы говорим только про рыбаков? Я, конечно, извиняюсь, но вот человек, который на крестьянском рынке стоит, минус 50, весь укутанный, он же тоже работает. Он же не бесплатно деньги получает. И он за свою работу должен что-то получить. Если он будет вам рыбу продавать дешевле, он тогда сам останется без денег. Если он будет ее пытаться продавать дороже, его никто не купит. И он, вот этот человек, который на крестьянском рынке торгует, он очень тяжелой ситуации. Много ли желающих, которые там хотят работать? Или, подождите, или когда вы идете в ресторане, покупаете индигирку, тот официант, который вам не принес, он должен получить, повар, который нас торгал, должен получить электричный. Нет, 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 подождите, подождите, это без процеда, правильно? Все эти люди, они такие же участники производственного процесса, как этот рыбак, который будет... Мы сейчас говорим про... Они тоже, они тоже участники, никто их не пытается из этого вытащить. Все это правильно, так все это правильно. Он право на эти деньги, такое же право, и он такую же работу делает, он делает свою работу, этот официант. Нет, нет, никто же не говорит, что я не работаю, я получаю деньги. Я хочу обратиться к людям, вы когда покупаете рыбу в ресторане или на рынке, вы должны понимать, что деньги получает не только рыбак, а все люди, которые в этой цепочке участвовали. Вот здесь нет транспортников, но они же тоже работают. Эти мужики, которые водят, эти дальнобойщики, рискуют жизнью, они тоже должны заработать. И мы им платим, мы платим за электроэнергию, за бензин, за все это. Вся эта цепочка, она... Вопрос не об этом же. Не, 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 подождите, мы же 70 рублей продает рыбак, а здесь продается 700 рублей. Да, да, да. Увести порядок в этой цепочке, убрать лишние звенья, и сделать, чтобы четко вот эта логистика проходила без лишних расходов. Вот, например... Тогда, да, вот... Нет, я приведу такой пример. Вот у нас есть огромное предприятие Саха Полиграф из ДАТ. Гигантские производственные мощности, которые стоят ненагружены. Нам нужна упаковка, чтобы развозить не только там пиццу, но рыбу там и так далее. Это предприятие вполне могло бы обеспечить республику упаковкой для пищевой упаковки. Я к ним с этим предложением выходил, вообще ничего не происходит. Вообще ничего. Давай... Частники за два месяца развернули, и сейчас мы покупаем участников. Нет, я понял мысль Алексея. Он говорит, что убирая из вот этой цепочки, скажем так, посредников, да... И вообще оптимизируя... Оптимизируя, где эффективно используют обеспеченные средства, да... Вот, пример, да, в общем, простой такой, да, вот, смотрите. Ягут Аптург, вот, я свой район беру, Булунский. Возили до районных центров, до Тикси. Мимо, например, лежащих, вот, там три поселка есть, Сектях, прямо на реке Лена, Кусюр, на реке Лена, Быкоп, тоже, вот, на реке стоит, прямо, да, на устье. Они проплывают мимо, проплыли, довезли до районного центра и докладывают. Мы полностью обеспечили Булуз-Кулуз продуктами первой необходимости. Двенадцатый, значит, продуктами питания. А почему нельзя было... Заехать. Вот, по пути завести, да, вот. Они же вот, получается, что... А потом зимой обратно из Секса везут тут же Кусюр, Сектя, Таймалыр. А Таймалыр стоит на реке Лена. А почему нельзя было заехать туда, да, и завести там продукты питания? Господин там мы завозим. Вот, поэтому я говорю вот насчет логистики, вот этой. Чтобы государство на это регулировано было. И чтобы эти бюджетные средства, которые выделяются республикой, да, и немалые деньги выделяются, чтобы они эффективно использовать их. Поэтому там вот заготовительные пункты организовать. И тогда человек, который там работает, да, он будет у него доходы. Константин Николаевич, это тогда модель, которая была представлена в 19 веке. Это фактория, да? Да, фактория. Грубо говоря, вот местный приезжает, получает соль, спички, там и так далее. А там, как раз получается, и ягоды принимает, да. Это та же самая фактория, что ли, получается, Константин Николаевич? Ну, да, система фактория. По сути одна, да? Да, по сути одна. А здесь у нас, как бы, предприятия разного работают, скажем, ну, как бы, межведомства, не эти, нужно отрегулировать полностью, да, вот, я думаю, всем будет выгодно. А в первую очередь, человек, который там живет, именно трудится, да, вот, на любую погоду, пурга, не пурга, там, дождь, шторм и все прочее. Нет, отстаивая, конечно, интересы своего цеха, я тут с Алексеем тоже согласен, да, участники реагируют намного быстрее, согласитесь? И в части упаковки, и в части, там, сопутствующих других каких-то услуг и так далее. Мы же, можно немножко, вот, наоборот, тоже. Мы же не говорим, что вот, как-то, одеяло тянем, кто-то тянет. Мы говорим, что сегодня у нашей республики, у арчийских территорий есть возможность давать больше сырья, больше рыбы давать, больше ягод давать, допустим. Вот эта возможность есть. И за счет этого понижение цены, возможно. Да, потому что уже объемы. Нет, 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 давайте не будем понижаться. Нет, 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 нет. Нет, цена должна понижаться, потому что сегодня вот... Единый заготовитель будет, да. Пусть рыбак больше заработает, но потребитель, я думаю... И тут же, например, зазаные продукции на местах расплачиваются. Люди-то, у нас рыбаки по году, по полгода же не видят денег. А первый сентября наступает, да, детей же надо в школу собирать. А какие, откуда деньги-то? Они придут к Новому году, если придут, это хорошо. Надо ребенка на учебу отставить, так что нужно родных там в центре показывать. Понижать стоимость конечного продукта нельзя получать. Если я тут покупаю за 900 рублей рыбу, да, а рыбу ловят и сдают за 65 рублей, пускай этот человек продает за 150, а я буду все равно покупать за 900. Ну вот парень, который на рынке мерз, он рублей 200 получит. Ну пускай получает. Да, вот именно закупочные цены на обычный. Мы же говорим, что объем больше должен стать, и за счет увеличения объема... За счет увеличения объема, да, ниже цена. Доходы и продавца, и рыбака, и доходы, цены вырастут в том, точнее для начального, который вылавливает, цена вырастет за счет того, что меньше посредников станет. Если он на месте может сдавать, допустим, он же может и подороже принимать, ежедневно, ежегодно. Вы готовы увеличить квоту, допустим, для... Ну, по состоянию квота это выделяется на несколько период лет, на 20 лет же ведь мы сразу же не можем взять и увеличить этот федеральный закон. Существует, взять мы никак не можем, но у нас как бы постоянно сегодняшний день 20 тонн всего лишь. Ну, если вот на слегу, да, где-то около 150-130 тонн, ну, некоторые объемы, конечно, не делаются. А фактически они могут производить, фактически рыба есть там. Но на местах нету вот такой логистики, которая могла бы... Вот рыбак сегодня знал бы, куда идет продаж, за сколько продаст, он бы планово уже начали бы работать люди. Он бы знал бы, чтобы за эту продукцию он что-то получит, или же в обмен там продукт и так далее. Мы только остановились, давайте переблю, только на рыбе, да, почему-то. Если хлеб же, да, если мука, почему они цены тоже дорогие? На это тоже обращать надо внимание, чтобы там цены тоже дешевле были. И же тогда вот... Продукты... Да, да. Нет, ну, я говорю о том, что доходы населения на севере формируются не только из бюджетных поступлений, да, в виде там зарплаты учителей и так далее. Но еще и за сданную продукцию они же тоже получают доходы. Вот я почему говорил вначале, что теоретически вы миллионеры, да, но такого-то мы не видим. Можно меня беспокоит один вопрос. Вот, допустим, зимник открылся в марте, закрывается в апреле, да? То есть, получается, эта рыба портится и выкидывается, или что-то с ней делается? В леднике хранится, и потом в ледниках сдается. Ну, некоторые... у нас вот была возможность то, что еще до декабря завести, это своим транспортом, снегоходом, да, когда еще дорога не открылась. Мы на свой риский страх сами поехали вот в Среднеколымск и вот сдали Агроснабу. Там и объемы, и качество, все уже другое, и цены другие, да? Да, цены другие. Подледную рыбу только мы начали. Мы же потом эту подледную рыбу ровно перед Новым годом сюда в Якутск привезли и по 450 рублей килограмм за подледку продавали. Вот ярмарк там прошла, рыба якутская и так далее. Уже цена дешевле стала. Цена дешевле была. За счет этого мы, получается, сдержали вот эту цену. Константин Николаевич, у меня вот вопрос, да, вы затронули вот отдаленные населенные пункты, да? Вот особенно вот северные улусы, это, как сказать, самый проблемный вопрос. Вы как, на самом деле, вот в Булунском улусе, как вы обеспечиваете вот такие, как МЛР, нами, как это там люди живут? У них есть ли пекарня, мукой как обеспечены? Ну, мукой, вот я же перед этим говорил, что социально значимые продукты питания, да у нас якутоптор, да? Вот. Для вот двух ночлегов, Таймелыри и Намы, они завозят их объемы в центр Тикси. А потом, как только зимник открывается, но так, такого зимника у нас нету. Официального зимника нету. Это местные ребята на свой страх и риск пролаживают дорогу, ну, как бы дорогу, колею, короче. И по этой колее они ездят и возят вот продукты питания, которые были завезены по навигации. И я думаю, что здесь должны быть работать интересы разных ведомств. Министерство ХОС, да, Госкомитет по делам Арктики, министерство ЖХ тоже. Они должны заинтересованы, да, вот стороны это направление до Намы. Потому что там зимника так, такого нету. Я уже ряд лет ставил этот вопрос, открытие зимника от Найбы до Намы. В прошлом году с горем пополам мы трассировку сделали. Но все-таки в заключении специалистов сказали, что это очень сложная трасса. Еще вот транспортные расходы из местных бюджетов выплачиваются? Нет, 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 это бюджеты республики. Присмотрены для гос... Ягодобторга. Ягодобторга, да? Да, да. Я же поэтому и говорю, чтобы объединить много и эффективно использовать бюджеты из республики. Агрессная, вот картофель овощи как возит? Вот Намы и Таймалыр... Так, Намы и Таймалыр, мы сначала, короче, вот я 2006 года по сентябрь, конец сентября 2016 года работал, главой 10 лет, да, вот. Ну, первоначально, как схема такая была. По воде привезли овощи и до Тикси, да? А мы сейчас уже и потом оттуда уже из Тикси вывозили на вертолетах. Ну, там вертолет-то он, сколько он, полторы тонны возьмет, да? Например, если он полторы тонны картошкой за вес села Таймалыр, где 800 с лишним человек живет, да, по полторы килограмма там на человека же смешно же получается. Поэтому мы с руководством Таймана-Краснап договорились, что и они пошли нам на встречу. И вот эту поселку Таймалыр и нам, и мы завозим по землюку. И они сейчас нам уже получили. Вот, это классическая схема по всем северным улосам. Там работают и Таймада-Краснап, и Якута-Пторг, и они нередко возят два раза. Ну, скажем, Тикси, основной поставщик картофель и овощей Таймада-Краснап, иногда картофель и овощи, опять же, это Якута-Пторг возят. Зачем это два раза возить-то самолетам и этим автоземникам? Я думаю, что Константин Николаевич правильный говорит, который работал здесь, в Северахстане. Сейчас надо передусмотреть схему, логистику. Логистику. Да, логистику. Ну, перед темой посмотреть, рассмотреть логистику. Это что, это глупость, неповоротливость или что, когда вот через два населенных пункта до Тикси вы возите, а потом обратно туда же? Это что, это глупость, да? Или кому-то выгодно? В то время Госкомитет по торговле же был, да? Тогда Родион Николаевич Федоров руководил. Я к нему зашел и объяснил, почему, говорит, мимо там мы проезжаем, говорит, а сразу надо бы и договорились, и сейчас. Светлана, на самом деле очень много вещей, которые невозможно объяснить логикой. Я сама знаю, я вот, допустим, книгу здесь издаю, например, да? Я должна отправить сколько-то экземпляров в Москву, чтобы, ну, оплатить все это, получается. И потом обратно же в Якутск оттуда отправляют сюда, в библиотеки, например. Я вот этого не понимаю, но это такое требование. Нет, вот поэтому нужно все это упирать, все это, ну, работа-то идет же, да, все-таки. Мы завозим там овощи, завозим продукты питания, завозим, но она должна дойти до этого. Теперь один такой момент есть, да? Якутов Торг по наслегам ежегодно у главы района, глав наслегов, говорит, ищите нам, подберите нам этого консигнатора, говорит. Консигнатор тот же самый предприниматель, да? По средним тоже. По средним, получается. Я сколько раз ставил вопрос, да, руководство Якутов Торгова, давайте открывать свои магазины вот по наслегам. Главы наслегов, они пошли на встречу и говорят, мы готовы коммунальные услуги, электроэнергию взять на себя. Тогда помещение почти вот так за копейки могут арендовать, но на это же не пошли. А сейчас вот потом получается, что консигнатор, он товар получил, и у него есть график оплаты, да? Он в этот график не укладывается. И начинается задолженность. И вот задолженность, и ежегодно вот так растет. Константин Николаевич, давайте мы опять же, вот у нас очередной блок рекламы назревает, как говорит нам Байконур. Мы в третьем блоке, в завершающем нашем блоке, давайте договоримся, что мы конкретно можем предложить, конкретно реализацию. И откуда она должна исходить. От низов ли, от таких предприятий, как снабжающих производителей или продукцию севера. И сразу после рекламы мы вернемся к разговору о том, как улучшить... Как всегда температура в студии накаляется, ближе к завершению. Таков уж наш менталитет, пока мы разгонимся, там, то да, все и так далее. И у нас остается буквально 10 минут на то, чтобы сформулировать какие-либо конкретные решения по решению данного вопроса. Опять же, получится так, что постояли, поговорили, там, ла-ла-ла и так далее. И можно, да? Да, человек молодой, взгляд тоже на него. Да, я, конечно, в Советском Союзе не функционировал, так будем говорить, особенно серьезно. Но, тем не менее, у меня есть мысли по этому поводу. Вот когда мы ностальгируем о Советском Союзе, говорим о том, что вот нашу рыбу кто-то должен покупать, кто-то должен приходить, нам, грубо говоря, в спички привозить там. Да, почему мы считаем, что это должно делать государство? Вот если вопрос стоит так, рыбу мы продаем на севере, допустим, в Тикси за 65 рублей, в Москве ее покупают там за 2000 рублей. Правильно? Вот 1940 рублей, разница, она где-то оседает, правильно? И надо организовать процесс таким образом, чтобы вот эти 1940 рублей, это были, это же супермаржинальность на самом деле. Это сколько там, 2000%, 3000%, это супермаржинальность, которая, по сути, никакому производству-то не снилась. И поэтому вот эти деньги просто нужно грамотно приложить и сделать так, чтобы северянам было выгодно сдавать рыбу, посредникам было выгодно перевозить рыбу, а покупателям было выгодно ее продавать. Потому что только когда всем выгодно, тогда и получается бизнес. Сейчас же рыба продается. Государство, ну, рыбаки у тебя говорят, что им плохо, а государство… Но они же продолжают продавать. Они живут только в том, что их государство статизирует. Они им возят солярку, они им возят декоды и так далее. Нет, вообще, вот, мне кажется, на севере рыночные вот эти вот механизмы не очень реально применять. Рыночные механизмы реально применять везде. Ну, там другая реальность и другие законы. Нет, ну, вот Аял тоже говорит, я, говорит, с радостью приложу, буду в системе какого-то плановой экономики, когда я гарантированно должен сдать определенный объем продукции, гарантированно, да? И гарантированно получить зарплату. И гарантированно получить зарплату. Я с ними тоже согласен, но еще раз говорю, да, вроде не 70-е годы, да, вроде рынок должен работать. И представитель ягод севера тоже, ягод Якутии тоже, тоже правильно говорит. Вот эта супермаржа, которая, она максимально должна быть перераспределена в пользу… А я вот наоборот считаю, что не надо вот этот слух про супермаржу распространять. Все эти 1900 рублей, они тоже заработаны чьим-то потом и кровью. Кто-то их зарабатывал. Благо должны распределяться равномерно. Подожди, подожди, мы сейчас людям говорим, что вот рыба на самом деле стоишь 60 рублей, а какие-то мифические там спекулянты вот эти ваши деньги себе… Да ничего такого. Все зарабатывают там, и все люди там работают. Если бы это было очень выгодно возить рыбу, сейчас бы все туда кинулись и возили бы. Что-то там много желающих возить рыбу нету. Какое-то ограниченное количество людей работает. Уважаемые коллеги, можно немножко добавить уже? Вопрос именно в том, что как бы на цену вас… Ну как бы сейчас речь не о цене, сейчас именно речь идет о том, чтобы логистика, да, именно дать людям возможность вывезти. Хорошо вот, допустим, Чакурдаху, да, они живут на реке. Возможно, заработают деньги. Допустим, вы покупаете рыбу, наверное, в Среднеколымске, допустим, в Черском. А есть участки же, допустим, Тумат-Устьянского района, Андрюшкина, допустим, у которых вот в марте только дорога открывается. И там люди живут реально, денег не видят до марта. Есть такая ситуация. Речь об этом, да? Арчистический район, у нас республика же расширенная же. Мы, допустим, не Чукотка, допустим, не Чукот-Оптор, который, допустим, везде там все консолидировал. У нас на сегодня такого механизма нет. И, конечно, здесь должна быть и рыночная экономика, и какая-то панная экономика. То есть мы говорим, что мы как государственное предприятие можем создать там пункт приема. И будем создавать даже не то, что можем, будем, да. Мы его откроем, потому что нам это необходимо, чтобы вывозить сырье. Сегодня мы занимаемся рыбозаводом, нам нужно сырье. Мы это рыбу продаем, как бы, есть доход населению. И потом, допустим, тот же Андрюшкин. Можно через Алазею в это Андрюшкин заходить. То есть тут нужен речной флот. Сегодня почему-то все перевозки, они планомерно уходят на автоперевозки. Но речной флот, он всегда гарантирован же. Сегодня, когда, допустим, не удается завести, допустим, топливо, допустим, продукты именно автотранспортом, то все знают, что гарантированно как бы лето будет так же. Флот будет функционировать. Нужен малосидящий флот, ну как бы это уже механизм получается. И в этом как бы речь идет. То есть не по цене, не космические моржи, а именно чтобы все люди могли сдавать. Допустим, булунские на Лене могут сдавать, допустим, на Быкове могут сдавать. А отдаленные слегатки могут сдавать. Именно чтобы... Нет, и у Николая тоже здравое предложение было, вот чтобы плавающий вот этот, перерабатывающий... Это речь идет о морских судах, которые ходят на глубине. Нет, там, возможно, даже малые цехи, которые... На борже. Ну, у нас, извините, не всегда получается по северным рекам грузы везти топливо. А вот то, что вы говорили, это тоже... То, что вы говорили, это верно. Потому что у нас сюда вот река море, который говорил, да? А у них там шоковая установка есть. То есть мы на первый рейс выходим 15 июля, и 1 сентября только в Викус возвращаемся. И вот полтора месяца мы ходим по участкам реки Лена, у рыбаков принимаем свежую рыбу из реки, шоковую установку с заморозкой и к себе в рефрижератор. Потом сюда привозим где-то там 600 тонн получается на первый рейс. Всего за навигацию мы максимально привозили до полутора тысяч. Это только в навигацию. Потом автозимникам привозим, авиатранспортом привозим. За счет этого, да, может быть, как-то сдержанную цену перед Новым годом. Но это все как бы маленькие объемы, потому что речь-то идет по всей республике. Сегодня, допустим, она бар не охвачена никак. Раньше там квота в 90-е годах была 500 тонн, а сегодня нет схемы вывоза, поэтому 50 тонн. А люди, это получается, люди теряют ежегодно доход 450 тонн рыбы. Местный житель, он готов, например, да? Он готов сдавать, просто не может вывезти. А, некуда его сдавать. А в Аннабар сегодня, вот часть речного, точнее морского флота, заходят только на ливники, допустим. А на ливники не могут сухогрузные грузы брать. Конечно. То есть сегодня нужно речь ставить о том, что нужно тоже судно класса река-море. Вот наши суда, они уникальны. Они делались в Германии в 90-е годы, и всего по проекту их 6 штук планировалось в советское время. Ну там развал Союза случился, 4 судна вышли, 2 из них в республике сохранились. Успели. Вы с правительством как работаете по данному направлению? Очень тесно работаем. Мы, получается, и в части рыбзавода, и в части вот этого всего разрабатываем концепцию, допустим, вносим. Мы не просим деньги из бюджета, допустим, заемные средства. Мы, как Туиманда Краснава, детские молочные комбинаты реализовали. И полностью реализовали за счет заемных средств. Сегодня мы разъехозбанку платим. То есть, ну это нормальное явление, потому что социальная ответственность бизнеса должна быть. Сегодня, допустим, частный бизнес не может себе позволить создать детское питание. У нас, допустим, творог, ну точнее оптовая цена творога 35 рублей. Мы когда на север будем отправлять, мы можем продавать там, допустим, по 45, по 55 рублей в зависимости от доставки. Но это же как бы нормально для севера, потому что сегодня там огушек и пепперед стоит 250 рублей, а молока там детскому вообще нету. И вот это ответственность именно государственного бизнеса, то есть государственных предприятий, именно вот реализовать такие многобюджетные, точнее, многозатратные... Павел сказал, что он, вопреки всему, его предприятие будет реализовывать вот эти заготовительные пункты. Давайте очень коротко сейчас. Коротко, да? Ну, хоть сколько будем говорить здесь, да? Про рыбу, про все. Севера никогда больших зарплаты не увеличится. Почему? Потому что рыбу мы вывозим оттуда мизерно. А если вот логистику хорошую придумаем и внедрим логистику, которая будет работать круглогодично, вот тогда вопрос будет вообще ставиться... Ну, скажем, что вот цена рыбы здесь в городе Якутске не 700 будет, а 500 будет, если 500 рублей будет. Если мы будем выводить в три раза больше рыбы, чем сегодня. Поэтому я думаю, здесь вопрос стоит основным по логистике северных районов. Там есть районы, в которые вообще там невозможно дойти водой и автозимником. Там только самолеты летают. Ну, скажем, вот Аннабар. Оттуда только Андрюшкина. Ну, таких есть, перечислить. Этих населенных пунктов очень много. Поэтому сейчас, ну, сегодня, я думаю, созрел вопрос по логистике северных районов. Отдельное предприятие, которое занималось бы чистой логистикой. Хорошо, спасибо всем. У нас время заканчивается уже буквально, и нужно какую-то... Да, за 500 рублей, говорит, предлагает покупать нам рыбу, да, а я готова покупать за 750 или за 900, но чтобы там люди получали за 150-200. То есть мы из-за этого не обеднеем. Люди, которые покупают рыбу, они не голодают. Ну, в смысле, это же как изыс, да, получается? Люди покупают мясо, продукты первой необходимости, а рыба это все-таки как-то вот... Хочешь, покупаешь, хочешь, не покупаешь. Можно, давай, давай, минута остается, да? Вот как раз вот, хочешь, минута. Мы хотели, вот, именно, сама ситуация такая, что, допустим, человек выловил рыбу, пошел к себе в село, в наследок, да? Чтобы он получил деньги сразу. Допустим, сдал же, получил деньги, купил продукты, допустим. Дети во время каникул ходят, собирают ягоды, грибы собирают, идут, опять сдают. То есть все знают, что есть пункт приема, где можно зимой, летом, весной постоянно сдать, получить деньги. То есть людям деньги поступают на карточек, может быть, там Сбербанк будет, и все, и как бы... Хорошо, буквально полминуты остается у нас до завершения, я хочу подытожить наш разговор, опять получился разговор, вот реальный механизм, в этом направлении должны работать такие предприятия, как и переработчики, и те хозяйства, которые на местах работают, они должны консолидировать все свои усилия, чтобы всем было хорошо, да? И в том числе и потребителям рыбы, как Светлана, да? И добытчикам рыбы, как вот эти представители. Я не за себя переживаю, я за них переживаю. Да, я еще раз говорю. Можно я два слова добавлю? Нет, у нас уже буквально нет времени. Самая основная функция вот этих территорий огромных, да, чтобы они не стали белым безмолвием. Вот эта обитаемость вот этих земель, это самая главная функция вот этих территорий. Давайте об этом не забывать. Пускай там ЖКХ три раза дороже, но оно должно существовать. Пусть там рыбу они добывают, несмотря и в холод и зной, но они должны добывать и сдавать, для того, чтобы они в конечном счете попали к нам на стол. Это была программа «Один из нас», одна из завершающих программ «Один из нас». Увидимся уже в другой, наверное, ипостаси. Я не знаю когда. Лем из нас. Продолжение следует...